Грызуны. Грызуны таскают семена. Семена все истасканные грызуна. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы поговорим о причинах малых схожостей семян ели голубой. Одна из причин, которая будет являться, это мыши. Как ни банально, но это грызуны. Грызуны, которые просто вытаскивают из грядки семена. То есть схожость маленькая была. В этот раз я вообще много семян засеял. И они просто по 2-3 сидели. Но мне удалось заснять только одну. Они любят семена ели, семена сосны, семена туи восточной. Западную они, кстати, не трогают. Поэтому, хочу сказать, проблема с мышами, которые понижают, очень сильно понижают схожесть семян. Особенно голубой ели, да и просто ели. Это проблема, так говорится, зимнего периода. Весной, конечно, они сыты и довольны. Они бегают по полям. У них хватает зерна и всего, что им нужно. На следующий год мы планируем теплицу сделать большую. Теплицу хорошую, зимнюю. И уйти полностью на зимнее черенкование. Ну, а проблема с мышами, это вот проблема на сегодняшний день у нас номер один. Они не дали нам проверить, как будут расти семена. Семена, сеянцы, вернее, сходы голубой ели. Ух, такого. Туя растет нормально, восточная. Западную я засеял, они не трогают. Если взять семена, вот здесь были ели, я наполовину засеял. Семена ели, семена туй. Вот в этой грядке, вот буквально неделю назад, мыши все поели. Как бы это не было прискорбно. А вот сходы прошлого посева. Я видел тут мышей тоже, но не стал обращать на это особое внимание. Думал, а что они там могут перетаскать. Вот тебе и перетаскали. Поэтому, если есть у кого-то выход, пишите в комментариях. Рассмотрим, подумаем вместе, может быть что-то придумаем. Потому что я устал с ними бороться. Жесткие методы я тоже применял, но о них я рассказывать сильно не буду. Вот еще что. Потому что хотел я рассказать в этом ролике. Всего доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Евгений Филимонов. Питомник, хвойный дворик. Спасибо, удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...